Что мы из себя представляем как люди? Этого нельзя делать, а мне жутко хочется. Для меня это просто жизнь моя. Конечно, он стареет, конечно, он битшает. Женился, ошибся, развелся. Это относится к вам? Это иллюзия. Это все теория. Но за что благодарны Богу все-таки? Продолжение следует. У нас в гостях человек, который знает все о театральном искусстве. Народный артист России, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Валерий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Не могу не задать вам первый вопрос. Ваша творческая жизнь состоит из спектаклей, артистов, зрителей, сценариев. Что для вас значит театр? Театр для меня это просто жизнь моя. Не могу так сказать. Значит, вот это, вот это, вот это. Все просто так случилось энное количество лет назад, что я начал заниматься театром. И вот уже 51 год занимаюсь. Поэтому это все. Это способ жизни. Постоянные мысли о театре, жизнь в театре. Даже когда она идет вне театра, все равно она крутится тем или иным боком о театре, о будущих работах, о том, о всем, о пятом, о десятом. Театр это ведь сложное очень такое учреждение. Сложное в том плане, что оно требует такой отдачи, во-первых, полной. Во-вторых, тут много разных психологических даже нюансов. Поскольку театр это институт, где люди, как живая машина, как я называю, не машина, а живая машина, стоящая из людей, которые разные, которые имеют свои амбиции, свои желания, свои вкусы. И это все требует внимания и, конечно, занятия театром. Театр для меня это способ жизни. Спектакли, очень сложная работа, и вы как лидер ставите этот спектакль, за него полностью отвечаете. Некоторые спектакли идут 10-20 лет подряд. Вот как происходит трансформация таких старейших спектаклей? И как вот интерес к ним привлечь? Или всегда актуальны эти спектакли? Чиновник из Петербурга в сей же час требует вас к себе. Там могут быть какие-то отдельные элементы. Всегда работать. Какие-то человеческие элементы, поскольку мы не меняемся. И, грубо говоря, какие-то основные наши чувства, они все равно переходят из одной эпохи в другую. Но сам спектакль, как театральное произведение, конечно, он стареет. И, конечно, он ветшает. И, конечно, уже решение этого спектакля, которое было интересным, предположим, 10-20 лет назад, как вы говорите, оно уже может устаревать. Скорее всего, так и происходит. Не говоря уже о том, что и артисты уже по-другому играют, они уже могут играть хуже. Публика разная. Сегодня одна, другая. И все это влияет очень. Поэтому здесь единственный только момент, который для меня очень такой непреложный. Нужно очень внимательно, во-первых, относиться к этому процессу в том плане, что нужно делать новые редакции. Если ты хочешь сохранить этот спектакль по ряду причин, ты считаешь, что это классика, которая обязательно должна идти в этом театре, например, или что-то еще, значит, надо делать новые редакции, надо вводить иногда новых исполнителей. Не обязательно всех, но каких-то. Что-то можно менять вплоть до каких-то элементов декораций. И самое главное, пытаться оживить решение. То есть оживить решение, соотнести это решение с тем, что сегодня происходит в обществе. Представление пьесы. Вот на что я славлю совесть короля. Гамлет. Спектакль Валерия Фокина. Это коварное произведение. Вообще, есть такое мнение, что когда человек очень много времени отдает работе, то в процессе она становится его вторым домом, ну, может, даже и первым. Вот это относится к вам, такое мнение? Ну, в какой-то степени да, конечно. Потому что, скажем, тот дом, который все-таки, он более важен. Все равно он более важен. Потому что театр не может заменить полностью, может, конечно, но это неправильно. Заменить полностью тот дом, в котором есть дети, в котором есть семья. Это очень сложный вопрос. Но его приходится делить, их приходится, так сказать, что-то ставить на первое место в какой-то момент, а что-то отодвигать. Поэтому, конечно, вот эта частная жизнь, так скажем, личная жизнь, она, конечно, в минусе, в большем, по сравнению, так вот все грубо говорить, на весах. Но это не значит, что она занимает меньшее место в моей жизни. Это неправильно. Потому что она не занимает меньшее место, поскольку все-таки без и внутренней поддержки, и внутренних связей с семьей, с близкими, сложно вообще существовать. Потому что театр, театр театром, но все-таки это другое немножко. А там, где ты можешь быть самим собой, где ты можешь сбросить маски, где ты можешь, так сказать, как-то нормально общаться, и знать, что тебя поймут, услышат и так далее, и так далее, это совсем другое дело. Ну, ваши родители, они имели творческие профессии? Нет, никакого отношения не имели к творческим профессиям вообще. Абсолютно. С каких-то, ну, с детских лет, ну, меня там водили в художественную школу сначала, потом я сам уже доучился в училище художественной. Я увлекся рисованием, и от этого рисования пошло увлечение. Там, скажем, театром я попал в народные театры, тогда были так называемые народные театры, где меня попросили там оформить спектакль, а потом я попал в один из театров в Москве, где работал вот афором, там, то-то-то, вот таким образом, они не имели никакого отношения. А ваши дети продолжают театральное кредо? Да нет, я не могу сказать, что продолжают. Младший сын, он, помимо того, что все-таки для него главная профессия, он кончает аспирантуру и занимается политологией, и, так сказать, другими совершенно вещами, но параллельно еще занимается литературой. Занимается литературой, там пишет, книги пишет, пьесы некоторые, но сказать, что он прям вот так сумасшедше увлечен театром и просто мечтает, чтобы обязательно, нет. Слава богу, этого нет, потому что основная все равно, я говорю, почему слава богу, потому что театральная профессия, она непростая, и поэтому, во-первых, нужно все-таки иметь ярко выраженные способности, я не хочу сказать, что у него их нет, они, наверное, наверняка есть, но то, что он увлекается историей, политологией, политэкономией, вот это меня очень радует. Мне кажется, это хорошо. Старший сын вообще юрист и тоже, так сказать, не занимается этим. Так что внучки, да, в большей степени как бы развернуты, но опять же, в сторону истории, там ее живописи, младшая внучка рисует очень хорошо, не более этого. Ваша вот личная жизнь, семейная, строилась по какому-то определенному сценарию, который вы сами себе задали, или вы все-таки полагались на случай и чувства? По какому сценарию? По сценарию личной жизни. Ну, к примеру, вот в таком-то возрасте я, например, планирую, что жениться не было сценария, то есть все происходит. Как можно планировать? Я вообще это не понимаю. Как можно планировать? Взял, женился, ошибся, развелся, подумал, зачем я это сделал, а с другой стороны, был влюблен, в меня были влюблены и так далее. Позвольте представить, приятель мой, Иван Путевич Надкалесик, наборный советник, служит экспедитором. Один, все дела делает, усовершенствовал отлично же свою часть. Так, а как вы планили? Подкалечен, Иван Путевич подкалечен. Директор так вот, и для чина поставлено, на все дела он делает. Директор так его любит, что даже спить с ним на одну и ту же кровать. Ну, как это можно планировать? Нет таких сценариев. Мы не пишем таких сценариев. Это они на небесах пишут, эти сценарии. Какое место занимает вера в вашей жизни? Вера в Бога? Вера в Бога, да. Ну, главное место занимает, потому что, не то, что это я, но я просто сижу сейчас перед вами, поэтому я говорю о себе. Но любой верующий человек, если для него этот процесс неформальный, не связанный просто с тем, что это какое-то внешнее, так сказать, проявление, то, естественно, он понимает самое главное правило, и самый главный закон, что все, что не происходит, все, все-таки происходит не случайно, а все, все-таки происходит именно по проведению и по некому замыслу, и по некой воле не твоей, генерально. В этом главное правило, потому что если ты не веришь в это, то тогда ни о какой вере разговаривать даже нельзя. А если ты в это веришь, то тогда, соответственно, уже ты как человек верующий начинаешь уже соотносить даже свои планы, свои удачи, неудачи с тем, что происходит выше тебя и помимо тебя. Такое отношение или такая жизнь, она, конечно, и окрашивает работу. Она не может не окрашивать работу. Она окрашивает и выбор того материала, который ты делаешь. То есть ты всегда стараешься ответить как бы на вопрос, почему ты именно вот это делаешь, почему этот спектакль, как он соотносится с какой-то главной задачей, а вот что это, про что это, зачем это. Вот эти вот важные знания, не вообще я там ставлю что-то, а как это соотносится с вопросами духовными. Бога нет, Давид, нас обморачивают. Я допускаю, но так говорить не надо. Если его нет, тогда почему не надо? Пусть артисты, облаченные в ряцию, продолжают нам врать. Значит, уходишь из семинария, когда все, что мне нужно, сделаю, уйду. А вот скажите, какие духовные ценности несет в себе современный репертуар и театр? Театр всегда несет в себе одну духовную ценность. Он имеет возможность напрямую пробиться к сердцу человека. И напрямую, вот прямо здесь, сейчас, в этот момент, как-то эмоционально его, так сказать, возбудить, превратить в какое-то слушание эмоциональное, возбудить его чувство, направить его к чему-то. Вот эта вот уникальная возможность театра, она всегда существует, во все времена. Другое дело, что вот это вот подключение эмоциональное, оно не с каждым происходит зрителем. И когда мы видим тысячный зал большой, то, дай бог, если там человек 15-20 подключится, или больше немножко. Но иллюзий никаких питать нельзя, что все тысячи человек сейчас на драматическом спектакле вдруг поймут, что вот жить надо по-другому. Но так не бывает. Поэтому театр может только дать импульс к изменению, и то какой-то части зрительного зала. Это вот самая ценность, о которой можно говорить сегодня. Всегда можно говорить только об одном ценности, при любом режиме, при любой общественной ситуации, политической, общественной, говорить только об одном. Что мы из себя представляем как люди, то есть строительство человека, как личности, как духовные, прежде всего, личности. Вот это самая главная проблема. Потому что от этого все зависит. За что благодарны Богу все-таки в своей жизни? Богу мы все благодарны за то, что мы появились. Мы как-то про это забываем, и нам кажется, что, ну, а почему это я должен был не появиться? Вот там кто-то другой, пожалуйста, а я обязательно должен был. Это неправда. Это величайшее заблуждение. Конечно, мы благодарны в этом отношении папе с мамой, но папа с мамой тоже ведь появились. И папа с мамой нас родили, могли и не родить, могло этого не произойти. Вообще наш приход в этот мир мог бы не произойти. Вот это надо помнить. И понимать, что это огромное чудо, и огромное великое событие, что мы были приведены в этот мир. Мы же не просто были приведены, мы же были приведены, видимо, для чего-то. Чем раньше мы начинаем задавать себе вопрос, зачем мы живем, но это не так просто. В молодости я до этого вопроса не задавал, естественно, потому что в молодости как бы не до этого, в молодости есть другие. Но постепенно, когда ты начинаешь думать про то, а зачем, собственно, ты пришел, а что после тебя? Ничего? Пустота? Или все-таки ты для чего-то пришел, и что-то с тобой произойдет? Ну, тогда ты понимаешь, что вот главное это благодарность прежде всего за то, что ты приведен, тебе дана возможность и выбора, и работы, и, несмотря на все проблемы, трудности, сложности, ошибки, выстраивание своего жизненного пути, и так далее, и так далее, и так далее. Любовь, опять же, даже дети, это же все непросто. За это, мне кажется, надо благодарить. Чем раньше мы познавать себя начнем, тем лучше будет для каждого. Ну да, но ошибки и поражения наши, особенно в молодости, это тоже путь к познанию. Потому что теоретически себя познавать и говорить, знаешь, вот это делать нельзя, вот это можно, это иллюзия, это все теории. Человек начинает себя анализировать все-таки тогда, когда он понимает, ох, что-то со мной, почему-то вот этого нельзя делать, а мне жутко хочется. Или вот это вот ни в коем случае невозможно, от этого будет очень больно, а я все равно это делаю. Вот когда начинается вот познание, почему, что со мной происходит, когда человек начинает себя анализировать, именно чаще всего через плохое даже. Ну так не устроено, но мы так устроены. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо вниз головой и вверх питание даже рад, рад, что в таком унизительном положении падает. Да считай это для себя красотой, пусть, пусть я иду вслед за чертом, но я же твой сын, Господи! Вы из Москвы, но очень долгое время живете в Петербурге. Что для вас значит этот город сегодня? Самая главная точка притяжения – это Александрийский театр. Потому что такого театра, я считаю, ну по архитектуре, по зданию, по атмосфере, по его значимости, такого театра второго нет. Я работал в очень многих театрах в Европе, и не только в Европе, в старинных именно театрах, и даже начиная вот с зала, с устройства сцены, с акустики, с целого ряда вещей архитектурных, это театр уникальный. Поэтому прежде всего город для меня, Петербург – это театр. Ну а второй момент есть в том, что этот город особенный, в отличие от Москвы, особенный в том плане, что его надо чувствовать. Потому что он непростой город, он двоится, он отражается в воде, он театральный очень город и непростой. И поэтому в нем можно плохую погоду перепутать с плохим состоянием. Это не так. Потому что даже при плохой погоде этот город имеет свое лицо и свое ощущение. И поэтому это надо почувствовать. Потому что вот некоторые там жалуются, в том числе и москвичи, что вот как не приедешь, и что-то тут как-то мрачно, то-то, то-то. Да, мрачно, но в этой мрачности, которая может быть, есть тоже свой кайф. И это кайф именно этого города. Потому что после этой мрачности, когда вдруг неожиданно появляется солнце, и когда оно вдруг освещает купола, или осенью какие-то деревья в летнем саду, или что-то, и город вдруг начинает загораться. Это ощущение какого-то праздника, неожиданного света, который возникает вдруг, вот это соединение вроде темноты и света, это надо почувствовать. А вот когда ты начинаешь втягиваться в эту атмосферу, ты понимаешь, что она есть, она особая. И тогда в этом городе интересно работать становится, потому что он может способствовать какой-то концентрации, какому-то художественному настроению. Здесь художникам вообще, я имею в виду не только рисовальщикам, а вообще людям творческим, может быть очень интересно работать. Так оно и есть. Потому что он создает среду определенную. Я не могу не спросить вас о новом сезоне, заключении нашей программы Александринского театра. Вот буквально пару слов хотя бы. Какие будут новинки, может быть какие-то премьеры? Ну, мы уже одну премьеру сыграли, «Дети у власти» на новой сцене, такую сюрреалистическую пьесу. Ей, собственно, открыли сезон. Вот такой особый спектакль, но и новая сцена, это площадка особая. Это некий театральный центр, в котором эксперименты и образовательные программы и прочее, прочее, прочее. А потом у нас вторая премьера будет, это баня Маяковского на большой сцене здесь, на основной в декабре. Параллельно будет на малой сцене у нас здесь, в этом здании, по Бунину спектакль, который делает наш режиссер «Молодой оконечников» Антон. Баню делает наш главный режиссер Николай Рощин. После Нового года у нас две премьеры. Одна премьера будет, ну, не сразу после Нового года, естественно, начнется работа только после Нового года. Но одна премьера будет здесь, на большой сцене, Теодоруса Терзополова, нашего давнего партнера, такого очень крупного греческого режиссера, который у нас уже работал, сделал два спектакля, три спектакля, это будет четвертая его работа, по пьесе Хайнера Мюллера Маузера, такой знаменитый немецкий классик, в общем, драматург, пьеса, которая ни разу не ставилась в России. А второй спектакль делает тоже очень известный режиссер Андрей Жолбек, который делает на новой сцене, значит, спектакль по Золя, по Нана Золя. Вот это вот до конца сезона то, что мы должны сделать. Параллельно мы начнем репетировать спектакль детский, я очень доволен этим обстоятельством, потому что у нас есть детский спектакль «Счастье» по Миттерлинку, который делал Андрей Могучий в свое время, но ему уже много лет, ну, не много, но лет 10, наверное, есть, 9. Он хорошо очень идет, но мне кажется, что необходим второй какой-то детский спектакль, потому что вообще с детьми, вот когда мы говорили с вами перед этим выше о театральном каком-то воспитании, образовании, то необходимо начинать это, чем раньше ты это начинаешь, тем лучше. Тогда они вырастают и как бы они растут вместе с этим театром. Это очень важный момент. С правильными мыслями. Да, но только надо, чтобы им было интересно, потому что вот я когда, так сказать, в школе учился, нас, конечно, в советское время регулярно водили в театр, значит, регулярно, но там было скучно. Вот это я очень хорошо, я делаю скидку на себя, как на, так сказать, хулигана, как на маловоспитанного тогда мальчика, как и других, но было скучно, реально скучно. А вот я сейчас смотрю, вот когда они сидят на счастье могучего, там многим детям не скучно, потому что, значит, найден некий ход театральный, некий интерес для них. Когда им это интересно, они сегодня вообще другие дети. Они сегодня разбираются на пространстве интернет так, что нам, мы так не разбираемся, как они разбираются. Будь здоров. Поэтому вот это очень важно, сделать интересный спектакль для детей, чтобы он был для них необычный, интересный, но то, что они должны приходить в этот театр и вместе с ним расти, мне кажется, это верно. Поэтому будем репетировать второй спектакль, такой детский, и начнем его репетировать в 2020 году, то есть в середине сезона, и, надеюсь, его в октябре, осенью выпустим. Кроме этого, у нас еще фестиваль Александринский, который будет в 2020 году в сентябре, где приезжают национальные театры. Кроме этого, у нас зарубежные гастроли, которые мы должны сделать, гастроли по России, которые мы должны... У нас очень много планов. На самом деле, с детским театром постановка это очень здорово, потому что действительно не хватает таких постановок. У нас либо елка, либо скучный театр, в котором дети сидят и отсиживаются. К сожалению, да. Это здорово. К сожалению, да. Спасибо вам огромное, Валерий Владимирович. Спасибо, что вы согласились прийти к нам в программу, потому что 2019 год это год театра, и очень приятно вдвойне. Валерий Владимирович. Продолжение следует...